наши правила знаете все записывается выставляется в интернет не против а без этого можно нет нельзя вообще никогда 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 говорим о хорошем нам зачем прятаться время тратить люди на этом учатся я получаю все время отовсюду благодарности годами люди у нас не выходят из наших ресурсов так и так вопрос не против не против я слушаю я слушаю говорите что хотели сказать вы сейчас где находитесь в каком городе проживает да я не сейчас в деревне я в деревне сейчас по теряпке с 10 июня до 10 октября я нахожусь здесь я понял игнатий тихонович здесь есть так и есть такой интересный вопрос молодым людям молодым людям приходят повестки вы понимаете о чем я говорю да да так вы не можете ответить почему какой целью и зачем кого за зачем ну понятно все тут говорить не о чем раз объявил президент это типа сразу на убой да там сразу на передовую нет дело дело то вот чем что в российской федерации есть альтернативная служба без оружия в руках я сейчас могу вам скинуть эти все указы какого когда я сколько раз говорил надо написать заявление военкомат от себя и как описать у нас все уже бланки есть и на тихоныч я знаю я знаю я видел ваши документы ну и в чем дело тогда раз ему это не надо значит он идет воевать государства смотрите и на тихоныч я не хочу чтобы с военкомата когда кто-то читал те документы которые вы предлагаете я не хочу чтобы кто-то из них знал то что я верующий я не хочу ну значит что там вот так владислав это ваш выбор а у нас ребята отнесли их не трогают никого и в армии даже не берут обычно берут их какие-то ухаживают за больными срок подольше ну понятно но зато они не снаряда не подносят не корректировщики огня ничего этого нету они просто служат возвращаются домой и все по соображениям совести посмотри фильм такой видел нет нет я про него слышал за лишь и запи 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 ши запиши адвентист седьмого дня как он не принял присягу и работал врачом в японии когда америка воевала я понял о чем ладно и на тихоныч если я им не отнес документы ладно суть не в этом какова вероятность из ста процентов того что и что меня загремят ну если вы служили в армии то и да я уже срочную службу отслужил я в запасе ну запасе если подходит все нормально не больной не психически какой в любой день тебя могут призвать никаких гарантий нет ни одного процента они сказали они не берут того кто учится в заведениях учиться и не заочно а прямо прямой учиться и там возраст говорят они какой и молодняк которых берут в армию которые не были тоже не направляют куда а берут тех которые в запасе игнатий тихонович а туда срочники попадают но те кто проходит срочную службу но они говорят как они говорят по ним что нет нет не трогает их срочную службу это только запасники потому что у нас уже здесь во владимирской области начали по ночам ходят разносят повестки но вы понимаете то что все как бы запахло жареным меня это не касается владислав меня это не касается никак возраст мне 83 года но если бы меня мне разрешили быть чтобы там людям проповедовать молиться я бы пошел сегодня я просился уже то есть нет никакого альтернативного документа который можно отнести я потому что не хочу чтобы кто-то военкомате читала что я верующим не эти слухи зачем вот как это господь говорит что город на вершине горы не может укрыться и тогда светится ваш перед людьми да видят как вы веруете веру скрывать не надо скрытая вера это зарытый талант и бог спросит за это я от камеры был захожу ты-ка в камеру мир дома сему зашевелился там а их 75 человек там амбал вот такой вылазит кто такой какая статья я ему объясняю 190 приму что мента грохнул я говорю нет это политическая статья а дальше я уже говорю уже начинается проповедь на 75 человек три которые не курят моют руки я даю им евангелие они считают никто в это время не закурит я проповедую весь вечер как это скрывать буду чего ради то у меня вот в понедельник вот в этот понедельник суд будет надо мной суд вот они там что у нас мы собирали уже все уже следствие закончена я ухожу на суд я всю вину взял на себя один я я сказал все делал я там несколько березок впереди которые у нас были чтобы дамбу восстановить дорогу сделать это должно было государство делать они не делают и мы это делали ну слышал наверное вот такое дело я меня судить будут понедельник понедельник это это вас судить будут что да да меня за что я же сказал березки которые тут за это время ветром надулась семья я видел это я видел ваши видео ну вот и все приезжают и гуляй гуляй они же вы же говорите что они вас просили или они вас не просили я молюсь и все где бог там сила я молюсь и я ни к чему не готовлюсь они отстали нет я говорю о боге где господь там правда там истина моя задача сказать людям прокурором всем о христе что скоро христос придет и все будет по-другому будет божий суд на перстике разврата как лермонтов писал на смерть пушкина все я понял в общем другого варианта нет я так понял мне сейчас как можно быстрее нужно сейчас брать документы распечатывать и ввести в военкомат иначе я вам сейчас скину скину материалы сейчас скину вы проверите себя но это заявление у них я не тут не считал на обычный говорят за полгода так как до призыва вы должны были документ сдать в военкомат а там священник комиссии уговаривать будет что-то александр невский воевал сергий радонский благословил против канонов они пошли я ничего не говорю самобытно вот я сам бы сидел выдумывал я ссылаюсь и вы это все увидите если вопросов нет я отхожу сейчас вам скидываю выход один надеяться на бога еще какова вероятность что вот короче выберут именно меня вот но смотрите в россии проживает 150 миллионов человек какова вероятность и 100 процентов что меня выберут никакой не знаю я я проценты не не считаю я знаю что как украине было человек пошел магазин они там стоят солдаты тут же в арестовую то повели все винтовку запрещу и вы вот если вы не поймете сейчас скроетесь а это два года вам будет срок а если вы едете туда и там убежите 10 лет уже все размере на дружок да я знаю все это интересно как-то устроена это рабская система я служил в подводном флоте служил я бы не сильно нравилось это тогда я был неверующий такой по евангелию я давно знаю как это рабская система устроена как она все работает ну государь и государь знает мы молимся за президента за военных патриарх просил молиться и мы молимся им нелегко это все чтобы господь как-то все это устроил по воле своей я понял ладно с военкоманта вы мне отправите документы и я отнесу их я сейчас прям сразу никуда не отходи сейчас скидываю и сам выбери документ какой вам выберите по пропорту я на русском на английском дам вам я понял и гнати тихонович я уже читала хорошо я выберу документ я уже знаю приблизительно по закону по закону по конституции и я против не иди и молись а и бог устроит так что никогда не додумаешься даже все отошел